Почечная недостаточность. Диагноз 19-летнему Ивану Шевелёву поставили ещё в раннем детстве. Несколько лет юноша находился на диализе и на грани жизни и смерти. Два года назад у меня показатель кретинной мочевины приблился к критическому, мне понадобился диализ или пересадка. Мне сделали операцию, поставили в живот перитениальный катетер, который позволял делать диализ. После полгода делания диализа этого перитениального мне сделали пересадку, но, к сожалению, неудачно. Вылилось это воссложнение в двухстороннюю пневмонию и около двух недель реанимации. Тогда молодого парня удалось спасти. Осталась единственная надежда – новая пересадка. Строительство Центра транспарантологии в Орском для этой семьи оказалось настоящим чудом. Мама Ивана Елена согласилась стать донором. Они – первые пациенты этого лечебного учреждения. Операция прошла успешно. Сегодня и мама, и сын чувствуют себя отлично. Но самое главное – теперь здоровью Ивана ничего не угрожает. Спасибо, что мы встретили тогда еще Татьяну Федоровну, Шамилю Анусовича, которые нас еще сопровождали. Вот, по нему, он еще лежал на первой пересадке после первых осложнений. Они нас вытягивали, помогали. Вот. Потом мы попали сюда. Ура! И мама, и Иван останется с нами наблюдаться столько, сколько они посчитают необходимым. А мы будем рады. Родственное донорство является одним из гарантов успешного завершения пересадки. И такие операции проводятся вне очереди. Лист ожидания трансплантации почек формируется в первую очередь из пациентов, которые находятся на диализе. Обычно это касается детей, которые еще не попали на диализе, но вот завтра попадут, скажем. Поэтому вот основная практика – это, конечно, диализные пациенты. Примерно половина из них, которые находятся на диализе, противопоказаний к трансплантации не имеют. Важно, чтобы, опять же, доктора и те люди, которые с этими пациентами работают, они правильно ставили показания, противопоказания и вовремя направляли этих людей. Все операции в центре трансплантации проводятся за счет средств федерального бюджета. Одна операция стоит около миллиона рублей. Такая же стоимость у годовой процедуры диализа. Трансплантация почки является, во-первых, социально необходимым для того, чтобы человек, особенно если он в работоспособном возрасте, мог вернуться к нормальной жизни. Если это женщина детородного возраста, она могла бы иметь беременность, родить детей. Вот. И, конечно, второе и не менее важное – это то, что экономически для государства, конечно, дешевле трансплантации. Открывшийся ровно два месяца назад Центр трансплантологии в Волжском на 150 коек работает пока еще не в полную силу. Но в любой момент готов проводить сложнейшие операции на почках, печени или сердце. Всем, кто в этом нуждается и у кого к этому есть показания. А пока опыт, проведенный первой операцией, помогает с оптимизмом смотреть в будущее и волгоградским врачам, и пациентам. Дальнейшие планы – это, собственно говоря, увеличивать, наращивать количество проводимых операций, тем самым обеспечив достойное качество оказания медицинской помощи и, собственно говоря, достойную жизнь для пациентов нашей страны. У нас готовится сейчас еще одна пара на трансплантацию. Ну, надеемся, в ближайшее время мы прооперируем. Очередности у нас нет. Мы готовы максимально быстро приступить к реализации. Через несколько дней Иван и его мама уже отправятся домой. На амбулаторное лечение. Их состояние здоровья опасений не вызывает. Елена вновь подарила жизнь своему сыну.